Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы с вами переведем нетипичную для моего канала песню, такую народную, можно сказать, фольклорную. Это песня об одном алкогольном напитке, о сидре, и написана она была бретонскими крестьянами. Написали они её в начале 20 века, потом эта песня стала достаточно популярной, её много кто перепевал, и немецкая перепевка данной песни оказалась особенно популярной. Её на немецком языке исполнила нидерландская группа BOTS. И вот именно этот немецкий вариант я хочу сейчас с вами прочитать, разобрать. Здесь, в принципе, совсем немного текста, и он очень простой, как раз на самом деле идеально для тех, кто только-только начинает учить немецкий язык. Итак, приступим. Каждое четверостишье здесь повторяется по два раза, поэтому мы будем четверостишьями и читать. Читаем, переводим, читаем, переводим. И потом, после того, как всё переведём, может быть, я что-нибудь прокомментирую. Поехали. И вот эта первая строчка, это именно «чтобы нам выпить», в плане какой напиток. А если бы мы хотели сказать «за что бы нам выпить», то это было бы так. Так, «auf вас», это такой более разговорный вариант, более классический, это «ворauf», «ворauf wollen wir trinken». Так что имейте это тоже в виду. «Пить за что-то» по-немецки – это «trinken auf»-аккузатив. «Всем хватит» или «всем достанется». Дословно «будет достаточно» – «es wird genug für alle sein» для всех. И вот это вот «es» в данном случае вводит безличное предложение. И «wird sein» – это будущее время от глагола «sein». «Мы пьем вместе», «закати-ка бочку». И вот это вот «к» – это «mal», «roll das fast mal rein». А «reinrollen» – это «закатывать». И дальше опять повторяется «мы пьем вместе». И «nicht allein» – «не одни». «Es wird genug für alle sein». «Wir trinken zusammen». «Roll das fast mal rein». «Wir trinken zusammen». «Nicht allein». Следующее четверостишье. «Dann wollen wir schaffen». «Sieben Tage lang». «Dann wollen wir schaffen». «Komm», «fass an». «Tогда давайте сделаем это». «В течение 7 дней». «Tогда давайте сделаем это». «Давай, бери». И «schaffen» – это «сделать», в плане того, что «довести что-то до конца». Как бы такой призыв к действию. «Komm», «давай». «Сплошь и рядом». «Komm» – именно вот как «давай, давай», то есть когда подзадориваем кого-то. Вот именно так в немецком употребляется. И «fass ein» – это дословно от глагола «anfassen», «прикасаться». И «прикасаться» – это просто такое базовое значение, но в данном контексте, конечно же, имеется в виду «бери». «Dann wollen wir schaffen». «Sieben Tage lang». «Dann wollen wir schaffen». «Komm» – «fass an». Следующее четверостишье. «Und das wird keine plavkerai». «Wir schaffen zusammen sieben Tage lang». «Wir schaffen zusammen nicht allein». «Прошу прощу, у меня здесь была опечатка «plakkerai», не «plavkerai», а «plakkerai». «Это будет никакая не мука, не возня, не тухляк», что ли, можно так вот примерно перевести. И вот это вот «plakkerai» – это не такое же простое слово для перевода, потому что оно очень разговорное и, я бы сказал, достаточно такое диалектное, то есть не во всех регионах его говорят. И здесь имеется в виду, что то, что они затевают, это будет не что-то такое скучное, мучительное, нудное, ну вы поняли. То есть не «тухляк», что ли. Ну, мне кажется, в данном случае «тухляк» достаточно хорошо передает вот данное вот немецкое слово, потому что у нас-то тоже такое очень разговорное слово, которое, ну, в данном случае у нас-то молодежный сленг, «plakkerai» – это, наверное, не молодежный, но тоже как сленг, я думаю, что идет. «Мы сделаем это вместе в течение семи дней». «Да, сделаем это вместе, не одни». И «schaffen» здесь как, ну, доведем до конца тоже. «Ун das wird keine plakkerai» «Wir schaffen zusammen sieben Tage lang» «Я schaffen zusammen, nicht allein». «Jetzt müssen wir streiken» «Keiner weiß wie lang» «Я für ein Leben ohne zwang» «Сейчас мы должны быставать, streiken». Никто не знает, как долго. «Да, за жизнь без принуждения». Здесь все дословно. «Jetzt müssen wir streiken» «Keiner weiß wie lang» «Я für ein Leben ohne zwang» «Дан kriegt der frust uns nicht mehr klein» «Wir halten zusammen» «Keiner kämpft allein» «Wir gehen zusammen, nicht allein» «Тогда печаль нас больше не сломает». «Фруст» «Отсюда у нас русское такое слово фрустрация что ли?» «Ну, в общем, если вы знаете такое русское слово, оно есть действительно». «Kleinkriegen» «Это как раз сломать, подавить». «Вот такой вот интересный глагол с приставкой klein». «Печаль нас больше не сломает». «Мы держимся вместе». «Никто не борется или не воюет в одиночестве». «Один» «Мы идем вместе». «Не одни». Ну и еще раз прочитаем данные четверостишья. «Дан kriegt der frust uns nicht mehr klein» «Wir halten zusammen, keiner kämpft allein» «Wir gehen zusammen, nicht allein» Ну и на этом завершается данная песня. Дальше они просто много раз поют «La-la-la». Надеюсь, этот обзор вам был интересен и полезен. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы хотите, чтобы я перевел какую-то конкретную песню, без разницы какого жанра. Просто она вам очень-очень нравится, то пишите мне обязательно в комментариях. Я все внимательно читаю и на каждое предложение пытаюсь откликнуться. Только перед тем, как будете писать, проверьте, нет ли этой песни уже на канале. Потому что часто бывает такое, что пишут, просят перевести песню, которую я уже перевел. Все-таки достаточно уже большое количество песен, переведенных на моем канале. Так что сначала ищите, а потом пишите. Если вы давно мечтали найти преподавателя по иностранному языку, и желательно носителя за адекватную абсолютную цену, то я не могу вам не порекомендовать сайт italki.com. Партнерская ссылка в описании. Ну и все. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за внимание. И до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok